Добрый день, уважаемые коллеги! Наша рижская конференция, на которой сегодня мы все присутствуем, это логичное продолжение перлинской конференции, прошедшей в декабре прошлого года. Здесь, в Риге, мы хотим создать исторический дискусс, хотим задействовать историков, архивистов, людей академического мира, исследователей, которые здесь собрались, и мы хотим собрать исторический пласт и попытаться, с одной стороны, понять, что еще можно сделать для восстановления исторической правды по борьбе с героизацией нацизма, а с другой стороны, посмотреть, что у нас есть еще в архивах. Сегодня многие коллеги наши, которые выступали на конференции, они говорили о том, что многие периоды этого еще не изучены, многие вещи еще не поняты. Мы хотим понять сегодня, что нам делать с молодежью. Мы хотим понять, как молодежи, в общем-то, рассказать о том, как было на самом деле. Поэтому мы и собрались здесь профессионалов, чтобы выработать такую вот тактику дальнейшего изучения Холокостка. Это вкратце, ради чего мы здесь собрались, а сейчас, я думаю, после того, как мой друг и коллега Янис Урбанович, которому мы все очень благодарны за то, что Балтийский форум, я подчеркиваю еще раз о том, что Янис Урбанович – это выдающийся политик современности. И действительно, Балтийский форум оказал огромное значение по организации этой конференции. После этого мы можем ответить на ваши вопросы, я думаю, и, пожалуйста, ответить. Балтийский форум в Африи на протяжении уже 12 лет, с 1998 года, собираем специалистов по разным острым проблемам, которые волнуют людей в Латвии, за пределами Латвии. И мы посчитали, что проблема вокруг до, во время и послевоенных событий, в том числе в Европе, в том числе у нас в Латвии, она не только острая, но и недостойно интерпретирована политически ангажированными и историками, и, собственно, политиками. Мы сегодня в стране пребываем в уже как бы забытом с советских времен положении, что мы страна неизвестного прошлого. А когда есть страницы в истории, которые хочется быстрее перелистать и не перечинывать, иногда забывается суть и причины, происходившего с нами или с нашими предками, и бывают эти дивы повторения тех несчастья, которые были. Собственно, для того, чтобы у нас не могли в том числе в Латвии и в Европе шеримовать сознание искаженным в прошлом, с тем, чтобы мы знали свою историю, и в том числе ту, за которую нам стыдно, мы просто должны о ней помнить и напоминать всем живущим, особенно молодежь. Только тогда мы можем считать себя достаточно демократичными, и только тогда мы можем спокойно смотреть в будущее. Сегодня разговор идет экземично, может быть, слишком даже ровно, но спасибо организаторам, которые нашим партнерам по организации этой конференции, которые высокую планку спокойного разговора, профессионального разговора о сложных и острых вопросах выдерживают, и за это им низкий партнер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дмитрий Курасов, как вы объясняете, почему никто не из каких-то... Вы действительно прогрессивная партия, вы все-таки оппозиционная, да? А где все эти люди? И почему они не посчитали, нужно сюда прийти? Как вы это объясняете? Это не партийное мероприятие... Нет, это человеческое мероприятие. обоими руками, это Балтийский форум, который живет самостоятельной жизнью, где работают люди не только партийные и беспартийные, но и разных политических взглядов. Балтийский форум выслал всем приглашение президенту, всем бывшим президентам, живущим и здравствующим в стране, министрам, премьер-министрам, в том числе министрам иностранных дел. Мы получили уведомление, что мероприятие признано интересным, и какие-то представители будут направлены, и они продолжат о услышанном здесь. Я смог идентифицировать только знатных дипломатов из двух посольств, собственно, они и самоидентифицировались как господин Прочерс, господин Скачков, это соответственно американское и российское посольство, что характеризует, мне кажется, уважительное отношение этих двух государств к проблемам, которые мы с коллегами сегодня обсуждали. Наверное, все-таки политическая ревность и некоторых политиков Латвии оставила дома. Ну что ж, за это вы меня, пожалуйста, извините, что у меня еще, кроме Балтийского форума, есть еще и политические убеждения ревности, но в этом не давал только я. О, пожалуйста, еще вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вы можете видеть их в Америке, США, Канаде или Свеции. Когда вы смотрите в Балтике, вы не имеете правильный адрес? Первое, это правда, что многие люди, которые работали с Нази, и остались в их странах, которые работают в Оргене, и были по-триалу, и многие из них, в большинстве. И, может быть, один из самых хороших событий что-то из-за того, что они совершили, что они совершили, что они совершили. Это тоже правда, и я просто, я имею в виду об этом, я имею в виду, «Операционный Ласт Чанс». Это тоже правда, что многие люди, которые работали, эскапировали в Америке. И, в случае в Балтике, они были в Валтике, которые были в Америке. Они были в Америке, в США, в США, в США, в США, в США. Но, что-то, в США, были в США, в США, и в США, в США, они могли бы нарушать за линии для иммигрирования, и они, когда они были заценивали, не заценивали, заценивали, в США, в США, были в США, и не заценивали, но, 14 от и 15, в США, Продолжение следует... Продолжение следует...